ну вот на канаточке на канаточке катаясь страшно вообще на канаточке так это ух ребята вот это страшно я вам скажу вот это да это страшно прям еду вообще такая тут нальчики нальчики мы тут втроем готовимся на эльбрус подниматься вот ведь над речкой как страшно то ребят вот копыта мои какая речуха над деревьями блин как стремно то я не ожидал я не конечно конечно люблю воду но для меня высота все это конечно такое дело это все такое страшновато я малость поэтому ее прям сейчас это немножко побаиваюсь механизм клоп переехал сейчас я поеду на канаточке это еще раз повторяю это нальчик вот мы в нальчике катаемся льет дождик маленький и вот мы под дождиком сейчас катаемся красота вообще я приятно удивлен класс вот уже едут две минуты две с половиной минуты практически еще наверно только половину переехали я конечно да поначалу сел и когда вот ноги оторвались то от земли то и еще страшновато сразу стал там сразу такой овраг дорога тут же вот этот озеро ух прям я немножко испугался малость на что мы там едем да первый раз я в нальчике я не знал что здесь такое место есть но с нами вот в поезде мы познакомились с комаровым михаилом никоноровичем он горник член московского мкк идет тоже восхождение на эльбрус мыска по рф он идет ну сам сам идет но решил говорит наверно к вам притусуюсь и пойду вместе вместе с вами в общем вот тут заселились в отель называется знать как отель называется альпинист вот отель альпинист такой нормальный отельчик 31 у него звезд ничего особенного все нормально все на месте все что необходимо оно без каких-либо там лакшери как говорится этих запросов все просто лаконично упасть есть где поесть есть где помыться говорится это посмотреть телек пердануть в диван можно так что в общем-то тащим-то бодрячком все да вот так сейчас посмотрим сколько времени поднимает это канат очки нас такие видите здесь такая цепуха самая обычная простая черная цепь здесь вот такой крючок можно если хочешь можно сбежать отстегнулся и полетел вниз ну внизу сколько метров метров восемь наверно короче можно упасть пораниться нормально можешь мякнуться так вот она видеть у нас красоты город внизу так мы видео пустые конечно эти корзинки людей нет льет дождь мог немалость но не сахар не растаям ничего там сам механизм я вижу вокруг которого обкатывается все это конструкция мы приехали уже практически шесть минут едем вот мы приехали в парк будем смотреть что здесь творится такая вот такая вот красота здесь вон туда нас выход он там вот у нас есть на затем никогда пришли сюда есть на свадьбу а вот он вот как он выглядит ресторан это вот наверху как раз такой красавец это вот он как раз так что наслаждаемся прохлаждаемся как говорится отдыхаем и так ребята второй день нашего путешествия мы тут оказались поднимаемся в общем альплагерью джентуган прошли уже альплагерь шхельда и здесь вот стоит такая пушка самое интересное что пушка то работающая то есть здесь все как говорится движется эти опускается все на все рабочие пошла вверх так быстро причем очень легко проверки поворот поворот работает полностью рабочий поворот пушки еще самое главное что здесь интересная вещь здесь даже не заварен замок этот затвор все очень рабочие можно даже мальнуть наверное можно даже шмальнуть номер у нее видите n 408 82 такая пущеночка стоит не знаю что там что за модель пушки такая красавица без колес правда а вот еще так бодрячком снарядик сейчас холостой баба такая интересная вещь тут все вроде рабочий там правда гнездо он уже птицы свели бронелисты все как надо вон видеть можно бля чуть не упал балбесы покрасили прям так закрытыми эти так что все рабочие тут и было видать схема как углы выставлять чё к чему все замазали краской а эти виде здесь тоже что подстраивать какой-то механизм точный угол и тут все рабочие все крутится еще говорю то что интересно что не заварен как он называется замок или не замок что-то короче здесь что-то должно как-то работать я видите не разбираюсь этих всех делах так что ну где-то пружинки срабатываются да вот такая вот штука тут интересно и дать что веревочку натянуть здесь чуток чему-то да вот такая вот пущеночка тут модная стоит все прикольно конечно приятно удивлены вот так вот так накрепится ведь такими клиними здесь вот такой клин забивается землю видите вот она вот она вся здесь такая закрепленная такими клиньями как-то так ладно пойдем дальше до джон тугана группа ждет все на обратном пути нет на обратном пути уже ничего не сниму и на обратном пути мы же будем все ну давайте всем удачи ребята сегодня уже не знаю какой день нашего путешествия у нас ведь пока тренировка мы акклиматизируем ся в горах в долине адилсу там у нас получается с этим внизу там у нас лагерь а это у нас ледник кашкотаж вот мы вчера были вон там вот там на горе перлись там и в общем и я вот смотрел на кашкотаж и думал что он такой маленький а сейчас вот прям стоим под ним я понимаю что это просто огромная глыба льда ведь еще и весь в камнях камешки падают и задерживаются потом тихонечку когда то есть еще они начинают скатываться это живые камни можно сказать мы такие опасные здесь вовсю поливает водой здесь можно душ принять холодный освежающим вот так вот мы готовимся к восхождению на эльбрусик так ребятушки еще здесь у нас есть мухи мухи такие причем вообще не бояться и можно такие знаете бесстрашные может дикие такое на здесь солнце такие мухи ну-ка иди отсюда иди иди согнал так иди вот родится отдыхают небольшой привал на водичку приводим себя в чувство такую туда наверх пошел кашкотаж вот такой вот нас мероприятие это у нас эльбрусиада эльбрусиада организована партии кпрф здесь все часть партийных часть секунд снимаю вот часть партийных благодаря им мы находимся здесь ну что ребята не получилось у нас сегодня позаниматься на льду времени уже много пока мы добрались до вершин начали в обход идти поступил пригодится возвращаться а ведь осыпалась берега и вот там тему домиком есть спуститься так продолжаю спускаться конечно здесь спуск такой вот видите с палками арендовал палки такие вот модные телескопические короче сыпуха под ногами очень сильно идет нагрузка большая идет на колени колени потом болят икры бедра ну с непривычки то я так сказать все таки не горник больше все таки воду или больше воду хожу люблю больше водных походу гулять чуть не упал короче надо вторую руку задействовать так не пойдет то сейчас я вообще укачусь куда-нибудь гор мы немножечко получается из той части сыпухи перешли на часть таких вот каменюк тоже видите здесь вот тропа прослеживается здесь по ней народ ломит вверх-вниз вверх-вниз конечно так вот есть кто просто с гор сбегают просто бегут на на 5 камням то я допустим еще не способен это поэтому ползут тихонько как пенсионер я думаю все новички так ползут с нами тут и дети есть подростки подростки не дети подростки там лет может 14 15 на ребятам вот они тоже все это обхаживают идут легкие поэтому немножко полегче нет ее есть некоторые ребята кто с рюкзаками а кто так лайтовенько вот так вот все это происходит полками тут малеха себе будет так сказать подормаживайся как третья нога конечно с палками полегче ломить вниз чем просто без палок но мне так кажется может конечно я вчера позавчера вернее мы также спускались у меня ноги отвалились вообще то есть просто судорога была то есть такой тремор так что так ничего жить можно идти тоже нужно ребята только что спустился и вниз с горы там где находится ледник кашкотаж полотуля это причалил так что вообще весь мокрый просто с меня течет очень жарко конечно очень жарко очень жарко идти вверх потом идти вниз все вот так вот весь взмокнешь 10 поток сойдет ну и соответственно благо здесь если будете здесь по-другому развивается тема нежели я просто сравниваю с водой допустим ну то что водные походы здесь еще люди очень много долго люди стоят акклиматизируются потом только идут на восхождение и поэтому здесь даже вот есть у нас беседки такие есть электричество вот они вот беседочка вот таких три штуки здесь есть розетки есть электричество еще можно подзарядить мобилку все такое конечно же на воде такого нет потому что на воде сами понимаете сел на судно и пошел как говорится все там нет времени на климатизацию нет такого все пока внизу завтра у нас вроде как по плану виа-тау восхождение с ночевкой так что надо сегодня будет подготовиться подготовиться пойти так то вообще здесь говорю континкет разный разный возраст пенсионеры как сказать достаточно возраст возрастные группы молодняк ну и средние как мы и соответственно чуть постарше лет по 40 50 ну в общем разный разный народ так что так вот потихонечку потихонечку ломим ломим готовимся будем покажу вам как мы тут малость моемся здесь эти очень удобно что в джентугане здесь можно помыться сторону 100 рубчиков душик стоит а так еще можно жопу помыть надеюсь вот видите текут ручьи такого плана так что всегда можно жопу до подмыхи помыть ну и морду лица так сказаться умыть вот такие дела ладно будем ждать завтрашнего дня сегодня можно немножко малость расслабиться можно даже при удастся нальчинского пивка хлебнуть проходит от начала прям там больше вот вперёд полежит по следующим бокам видео как подходит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Две вершинки Это у нас как раз Западная и Восточная вершины Эльбруса Вот такая красота отсюда наблюдается Это беленький Эльбрус Так что так вот ползем Здесь такая вот долинка Ну кто-то называет это ущельями Я все-таки долинку не считаю А вот отсюда видите Там находится озеро Башара Что ли как это называется Получается вот из нее Это озеро как раз Это истоки реки Блядь Адылсу 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 Это Адылсу похуже Я могу путать ребята Сразу говорю что Можно наверное Я могу и ошибаться Адылсу Или Адылсу В общем тут две реки И я что-то уже забыл их название Вот она Такая маленькая красотка Такая долинка Красивая Вот мы сейчас Придем вон туда Видите ребята Ползут Сейчас я за ними тоже побреду Так ребята Добрались мы до поляны Зеленая гостиница так называемая Вот здесь вот вообще по-хорошему Вот на нашем месте Вот здесь вот Должен был вот находиться ледник На старых картах Он указан Как здесь вот именно ледник есть Но как я понимаю Ледника что-то здесь Нету Может быть я что-то путаю По крайней мере По старой карте он есть Не знаю что это представляет Такое все Чихаю Вот Я так понимаю Что Виатау Это вот где-то вот здесь вот Вот эта вершина что ли Или вот там Чуть дальше Которая И вот у нас завтра будет Часа в 4 или 5 утра Мы пойдем Взбираться на нее А сегодня пока мы тут уже отдыхаем Сидим Ждем Ждем оставшихся Участников 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 Котлы Идут Так что вот так потихонечку Сказали пока не разбивать Все пришли Нет еще не все В общем вот так вот Тусуем В общем вот так вот Сидим так ребятушки утренний подъем встречи сама встали в 4 вышли идем на виа тау этот наша долина там внизу домики стоят рядом с которыми мы ночевали он там либо русик восточный склон отсюда видно ну и западные тоже такое вот зрелище открывается здесь с подъема на виа тау такая сыпуха тропинка тут езда козы бегают ну дикие он и не стайка эти стайка их тут много вот они в общем сейчас с нами идут на восхождение ладно пойду эти группы у нас тут ползет вверх буду догонять остальных так ребята вернулся я вернулся с виа тау вчера села батарейка на самой вершине вот сейчас вот причалил джентуган уже помывся малость постирався поев пока заряжалась мобилка в общем вот выхожу на связь жив-здоров как говорится по все христос вот ведь барахлишка все сушат то стирается кто просто просушивает потому что и ночью был дождь вот у нас прошлой ночью но не в нашей группе а какая-то группа была погиб человек альпинист инструктор вел группу 80 год человеку было и вот на трапеции как она вершина трапеции перевал трапеция очень погиб прилетел ему камень был живой говорят но так как страховку оказывается не делают пожилым людям вот такого вот возраста никак не делаю там страховки отказываются страховые компании делать страховки человек еще был живой соответственно не вертолета там но ничего такого в общем то не счета в банке какого-то чтобы покрыть расходы вертолета соответственно не было и человек умер говорят что на руках у своих так называют коллег можно сказать по восхождению общем умер его забирали вчера там у нас получается где зеленые поляне это получается место и забирали там и были пограничники там мчс приехала потом очень вывезли они уже тело его транспортировали то сейчас лагеря все тихо у нас ничего нет так пограничники походили поспрашивали кит списке туда-сюда кто вышел кто зашел потому что здесь вход получается на зеленую поляну с жантугана он проходит через пограничный пост то есть надо за пропуск делать за три недели три недели потому что 15 рабочих дней внутри недели получается но есть вариант другой можно спокойно в шхельде за 200 рублей сделать пропуск там есть люди как я понимаю все официально все нормально делается пропуск потому что я тоже в свою очередь не успел его сделать я попал на зеленую гостиницу все нормально очень вернулись мы конечно походец был такой сложный честно говоря я наверное наверно наверно больше в горы не пойду таким вот образом потому что таки в 1 водами родней вот так что так так что все живы-здоровы сейчас пока отдыхаем лагерь отдыхают там туда за мясом кто за винком рванул за пивком за сишками вот и потихонечку сейчас все приедут и будем пьянствовать наводить движуху устраивать пьянство и разврат как-то так вот так и живем пока у нас погода солнечная может быть не помыться я думаю вещи чем-то я свои барахлишки постирал и чем-то тоже постирали свое барахло ведь веревка привязана это вот когда веревка привязываешь вещи и как стиральной машинке есть все это стирается действительно стирается девчонки помоется и стираются я наверно залезу покупаюсь покажу как это делается чтоб другие знали вода кашка ладьющие не думать 6 какая-то супер теплая вода нет она все идет с этих соснежников с ледников он еще немножко уже мутная становится потому что там где тает начинает там или породу кута вымывать либо песок либо известь и садится начинает мутная становиться вода вот днем она вернее утром встаешь она светлая потому что ледники ночью не тает правильно уровень воды падает и соответственно она чистенькая а вот как солнышко выходит люди примерно после обеда начинается даже это муть начинает идти чистенько она уже мутная стала мутная она вообще должна быть прозрачная водица здесь вот наверно здесь я и закупнусь между этих двух камушков вот так вот проходит купалочка джентуга не можно конечно соточку заплатить помыться на эти все не решил пока не ждать трех часов потому что душ будет токма в три часа решил я очень помыться в ручье вот на камушках моих ну и все в общем то жопа чистая писька чистая подмыхи башка ну и так по бырому как говорится вот вытираю с таким полотенчиком из этого из декатлона хорошо впитывает воду в общем заебись как говорится ну ладно будем всем пьянствовать может еще сниму потом будем это смонтирую все это в видео покажу вообще как простой происходит жизнь туриста русские горы это вот мне красота вот оттуда мы пришли вот сзади меня там как раз находится зеленая гостиница и вот этой зеленой гостиницы у него как раз эвакуировали ну как эвакуировали уже вывозили можно сказать уже тело тело инструктора не из нашей группы это были другие ребята как она я фамилия не запомнил восемьдесят один год человеку погиб камнепад попал камушек я понимаю в голову и вчера кстати тоже не чуть не прибило ногу чуть не перебила мне камня такая здоровенная глыба рухнула мы вчера залезали к на виа-тау срывалась глыба вот я успел резко отскочить и прямо на мое место приземлился камень ну такой не за там уж килограмм 20-30 такой вот бульник острый если на речь на речке эти бульники они все грубленькие обтачиваются то то в горах они все острые очень неприятные камешки но мы здесь пока отдыхаем на регион движуху как говорится так давайте поставим камеру видно видно я сегодня буду купаться правда в трусах в труханах в основе я купаюсь без трусов но сегодня буду в труханах потому что у нас здесь девиц много детей каких то так у нас смочалка вот из необходимого короче какая-то куэта есть но лучше всего конечно мыло самое обычное мыло а туча что находит представляете туча 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 холодно становится ладно сейчас быстренько окунусь покажу вам как все это происходит а а Берем мыльце Быстренько Мылим, мылим, мылим Малость надо помыть Жопу обязательно нужно мыть Жалко, что здесь народу много На сибирских веках Конечно такого нет, безобразия В виде большого количества людей Мочалку я уже испытывать Использовать не буду Ах 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 Маш Маш Укра Так, быстро в воду! Аааа! Бля! Так, жопу! Ааа! Бля! Ааа! Бля! Как холодно! Ааа! Ну вот так, ребята, проходит купалка. Вагончик! Вот такое вот движение на подъемнике. Уже поднимаемся на Эльбрусик. Это первый подъемник. Подалили мы первую часть подъемника. Вот, а на второй части уже здесь. Здесь такие красоты. Все так интересно достаточно. Вот там еще подъемничек. Вот так все здесь устроено. Народ ломится. Такие урны старые еще. Вот он едет. А это что, резервная лебедка что ли какая-то? Ну, наверное, стягивать. Вот я же, бывает, он застревает. Может, для этого. Ух ты, какой полиспаст. Таким тебя вытаскивали, дядька. Вот таким тебя полиспастом вытаскивали. Полиспаст делается из берегки. Икра эти. Это да, вы усилили его. Да, это я знаю. Я думал, что и такие вытаскивали, усилили. Да нет. Ха-ха-ха. Ну, пролисел. Минут 20-30. Сейчас, посмотрите, на перевал ладоги наставил. Вот такой ладончик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 то есть там вот внизу что-то еще какие-то работы ведут все оборудование советская здесь вот вся это вот вот это левая слева от меня дорога канатка она новая это какая-то современная а вот это еще советская но она держится еще так бедрячком металл еще будет тогда видите все такое вот она еще интересный механизм здесь фиксации так вот хоп и он видеть откидывается потом чик и замок и все и сидишь вот слоев краски туда десяток наверное уже все красилась вот такая вот красота вот уже здесь снежок отлежит снежничек съедом это комфортненько не могу сказать что ладно ну так свяжу свяжу ехать мне еще долго 10 точно поэтому это пришел немножко порассуждать и политики смотрите так как все-таки акция в акт акцию организовать кбрф вот получается ну конечно будет тут ребята многие из кбрф то есть у них идеология такая очень интересная конечно с многими поспорил не спорила просто интересных мысли но конечно то есть очень много интересных вещей рассказывают ребята о том что как что вообще творится стране потому что они видите там приближенные поэтому знают конечно не так все может быть как бы хорошо но говорят что уже осенью будет какая-то 7 беда очень-очень беда беда бедовская начнется стране вот и самое интересное что я говорю ну а как изменить ситуацию какими путями по ниши против кбрф же выступила против референдума и я спрашиваю какими путями ну вот вы планируете допустим менять как-то вот ну состояние страны но они говорят есть два пути получается это это через выборы но я говорю ну через выбор и у вас же ничего не получится же гена агена же мертвые вообще по сути потому что вот даже рашкин сказал как-то ребята сказали рашкин сказал давай отдадим дорогу молодым то то гена вообще насколько испугался что за закрылся сказал рашкин такую вещь что типа кто против меня тут тут против партии вот и получается так что гена просто сейчас отгородился от своих же так сказать от большей части своих однопартийцев и сейчас какими-то только вот подхалимами своими то есть он только вот с ними общается короче гена мертвый то есть все уже в партии данным давно уже говорят что гену как бы нам давно уже как-то списать там переизбрать но видите цепляется уже деменция это старческая гена там уже наверное то же самое и этого жириновского старичи и понимать она цепляется зубами этот все так вот и я говорю ну у вас же будущего нету партии пока гена есть то что вы будете делать никто не пойдет пока гена есть там в партии пока не будет молодняка либо какого-то реально нормального мужика который будет скажет так вот наш план действий агена что-то бубнет там что-то себе там ну очень непонятно мертвый тип какой-то так вот я говорю ну ребята как менять вообще ситуации то ну горит есть путь такой тип через выборы игры но у вас будущего типа не будет через выборы до 100 процентов за вами под народ не пойдет пока гена опять же возвращаемся идет ну будет с вами и есть второй вариант эти пореволюционный я говорю и сколько ждать революции ну просто говорю так вот то есть силовым методом менять я ну типа еще выборы я говорю ну выборы получается у вас раз пятилетку выбираются на депутаты этот шопка цик конституционное большинство было соответственно как я понимаю кпрф опять же кури пока гена будущего не будет соответственно не будя и движение какого-то соответственно все откладывается непонятно на непонятное время то есть но лет еще двадцать я так говорю хорошо по гигиена живой на восклить лет двадцать соответственно ничего не произойдет стране вообще также будет гпрф ничего нового но как бы не предложит вот в виде того же состояние в котором она сейчас имеется и все это будет продолжаться революции тоже не будет соответственно какой кто силовой сейчас под силовой метод пойдет на не пойдет никто с беларуси он сейчас после выборов людей давят да уже там мазами там чего вот там задавили вот хоть ты может быть случайно было там вроде как но в то же время у нас тоже самое думаю вредит кто-то захочет умирать умираться так сказаться так что такие вот политические амбиции кпрф непонятно какие честно говоря непонятно куда они плывут я вообще не могу понять то есть они против референдума и почему против референдума его же и статья 15.4 которая по сути статья колониальная одна но одна из ну как бы идеология запрещена 13.2 там да вроде бы и 15.4 они нифига они будет нет ни такого не может быть то есть как будто люди они получит из них всем самое интересное что половина считает что реально мы в колонии живем половина не считает они сами между собой даже договориться не могут многие туда приходят как идейные реально такие прям идейные чуваки вот приходит просто зарабатывать деньги в кпрф то есть ну вот такая ситуация вот я просто стороны взглянул я как бы не кпрф не отношусь я просто как все приехал вот чтобы побывать здесь не плюс соответственно события совпали с 75-летием окончания войны и соответственно просто горит со стороны сглежу на этих людей и понимаю что будущего не будет кпрф в том составе каком она сейчас есть пока гена есть будущего не будет люди не понимают вообще они просто кричат как на базаре я начинаю что-то ему доводы они как начинают какие-то ну как-то все это знаете кривляться начинают я говорю давайте нормально поговорим есть гри 15.4 там заводов закрыли сколько игры смотрите точку статью 15.4 согласно которой международное право является неотъемлемой частью да правильно правильно это раскрывается вот это международное право раскрывается в пояснении верховного суда 2003 года в котором говорится что международное право раскрывается в документах оон и ее спец учреждениях я при я им говорю вот одно из спец учреждений там мвф допустим есть нет так ну как бы это есть но мы мвф ничего не должны соответственно мвф не может влиять на нашу как бы внутреннюю политику чеку как не может мвф пишет ребята вам нужно поднять пенсионный возраст они подняли нет это не так подняли наши тут не вы финновато то есть как будто либо не в розовых очках я так что-то не понял вообще люди реально уперто пытаются думают что все все проблемы не в конституции я говорю ну как не в конституции конституция американская вы не хотите поменять хотим как вы хотите менять мы хотим чтобы поменять конституцию нужно что сделать нужно сделать опять же какой-то может референдум или какое-то конституционное большинство но опять же возвращаемся к началу пока гена будущего не будет соответственно сколько еще значит и конституцию вы не поменяете соответственно то что сейчас меняется уже хорошо нет это плохо короче замкнутый круг с людьми абсолютно невозможно общаться то есть они уперто не хотят идти на контакт они просто такие знаете как это блюдо скалобы просто кипах бах 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 нихуя не так ты ты мудак и ты не можешь там ты тебя херню куда несешь игре ну хорошо хорошо что ты хотя бы несешь херни пока у тебя там есть гена как бы может быть что-то у вас получится но опять же ничего не получится это опять же мое мнение со стороны это я человек который не в партии не отношусь а к прф коммунистом и прочим считаю что ну как будет это просто я сейчас своего выражать свое мнение по сложившейся ситуации пока еду на подъемнички по эльбрусику так что это просто мое мнение кто-то может сказать что я тоже не прав кто-то сказать что я прав но опять же говорю будущего к прф не будя пока она составе к прф есть гена гена зюганов гоните гену тогда у вас партия может быть расцветет за вами пойдут люди а так нет приехали на вершинку вот наша банда приехала россия россия один вроде канал стоят снимают нас тут уже во все так давайте посмотрим что нам здесь что нам здесь могут предложить всякую вкуснятина если кому-то уже разместиться звоните сумовый лагерь давайте посмотрим что у нас тут сейчас по ценам все водочку продают здесь или нет да водочку бери водочки сейчас наверно нет красивое место много всякого туристов влагов обстановка вот подвижемся в гору трактор сломался гусеничный который затаскивает барахлишко наверх приехал газон садко такой вездеход на базе шишиги бросили в него свои пожитки и сейчас чапы три километра вверх вверх на эльбрусик всякие бочечки подъемчики подъемчики видят порода здесь вот такая черная лавовая все тортарази копают какие-то есть бульдозеры эскаваторы отбойные молотки отбивают породу что-то развивают что ли немножко воздух разряжен похоже и так вот моментами становится как будто воздуха не хватает пройдешь 10 метров кажется что но мы идем идем потихаря но идем вот об чем я и говорил вот эти молоток отбойный луцует аж земля дрожит под ногами вот такие трактора стоят породу двигают вот так выглядит трактор и здесь такие ручьи много давай да грунта зацепа 10 метров полтора наверно метр двадцать может метр тридцать он ползет с нашим говнищем ползет вот такие крутые зацепы здесь у нас видите алюминиевый профиль и стальные какие-то вот элементы есть шты вот оцепление здесь зубчатая здесь вот такая звезда полиуретановая а так наборная видите здесь полосы из резины раз, два, три пять полос вот у него получается здесь расстояние около восьмидесяти мг. метров он выступает вот видите вот такой вот вот там где-то больше тречится вот все достаточно просто и лаконично вот если вот лопата полгать снег вот и все Вот и тут залез вниз, обнаружил интересную вещь, здесь стоят шины еще, типа как это москвича, только вот написано индустриальная, модель, модель не вижу, VL-24 вроде бы, или VA, 6х13, 6х13, да. Такие старые шины уже изношенные, есть в трещинах, интересно, шины есть в глубоких трещинах, видите, уже корт вон там повылезал, вон запчатое колесо, старая модель, как я понимаю, я тут на таких вот колесах была, сейчас новая уже на более этих, на маленьких, специализированных колесах, то есть не подходят шины обычные, нужно покупать спецрезину и, ну, таким образом сделаем, чтобы, ну, понятное дело, чтобы покупали, а не ставили там с помойки где-то, брали там резину старую, даже по изношенную, воткнул и поехал. О, трактор ползет, и сразу дорогу немножко, видите, то ли выравнивает, как-то вот, то ли чистят, вот, видите, у него такой ковш снизу в виде гребенки, вон, вот и сгребает. Да, конечно, там внизу все пропитано, пропитано все солярой, вонища соляры стоит, жуткая. Так, говно и палки какие-то валяются. Я, знаете, что нашел? Сейчас покажу. Сейчас я покажу, что я нашел. Нончи. Оп, секундочку, сейчас я перчаточки сниму. Прикольная штука. Приятно такие находить вещи на память. Вот, видите, грунтозацеп. Такой вот. Алюминиевый. Такой прям, ммм. Блядь, проебался. У кого-то слетел, я решил его себе взять. Так что вот так вот. Так что вот так вот ползем, едим конфеты, закидываемся конфетами нам вон тудой. Ух ты, ух ты, ух ты. Эльбурс открывается. Смотрите, смотрите, тучи уходят. Облака в ней. Вот видите, то, что ли слева, слева, это вот нам тудой нужно попасть. Справа это восточная. Нам тудой не надо. Ой, видали, какая красота. Бомба. Восхождение к безумиям. Тихо и по одному исчезаем и во мглу. Страшно даже самому. Вот. Во мгле мы. Опустилось облако, похоже. И вот мы здесь гребем. И вот вокруг нас только очертания и ручьи со снегом такая вот интересная ситуация так ребята привет вчера мы были на лебрусике вот там на самой вершинке вот это восточная вершина то западная соответственно просто кажется что восточная выше хотя западная выше там еще такой сзади пупырек есть а вот сюда не видно вот позавчера мы были вот на скалах тут пастухова то вот еще могу сказать конечно мы очень на скалы пастухова сходили удачно все нормально а вот когда начали выходить на эльбрус ночью у нас трат про трак забирал вот собрак приехал нас забирал здесь вот и получается на завезли туда на выше скал пастухова почти почти косой полки там нереальная была погода конечно была очень вьюга снег какой-то то есть ну как пенопласт в общем мы поднялись я поднялся честно говоря но я не испытал такого удовольствия какого-то прям знаете супер чего-то честно говоря я для себя понял на вещь что все-таки наверное это не мое не мое вот на обратном пути началась головная боль сама клемма когда же горнячка в общем блевал там так вот вчера проспался вот и бодрячка вроде стало я теперь уже вот час утром мы собираемся вниз тудой поедем джентуган будем праздновать наше восхождение и соответственно уже по домам разъезжаться вот такие дела ну что могу сказать по поводу выводов конечно очень сложно все это все эти походы такие радиалки потому что получается порядка 12 часов лютая погода лютейшая вообще то есть солнце мороз честно говоря это все тяжелое тяжело потому что 2b вот или как он там 2 сейчас дам считается категория сложности у или брусика он лютый понимаете за надо ли реально любить горы я конечно может не такой любитель гор не могу сказать что я прям проникся этим не могу сказать что прямо за все клево потому что здесь ничего приходится в зиму я зимний бах похода на дух не переношу я же не знал что здесь там такая зима зима вот и рат рак ползет там кстати еще одно водоместия вот около скал пастухова там еще один сират рак брошенный вмерзши на кабину и сходить в интернете посмотрите снимки есть вывода станет тут говорят заглох и уже начал уходить в лед ночью по кабину ушел так что достать его еще можно еще пару лет и он полностью скроется так что вот сегодня смотрю на горе там еще есть люди видать куда ломится на эльбрус но я бы по-другому ходил маршруту я бы ходил бы до седловины бы ну спокойненько так вставал участников восемь ушел бы до седловины ночевал бы там седловины шел бы на западную вершину потом на восточную но спускал собрался барахло и шоу замерзшие люди не поднялись потому что шесть часов это не уже помнится вниз я так понимаю что они не поднялись я вчера спустился в 12 человек там есть 9 прибежал уже в лагерь а если честно нет уже в 7 порядка семи часов это сто процентов вот что там идет в лагерь в юго жучайший ход ветер просто лютый ветер постоянно там невозможно становиться сегодня ночью у нас был тоже лютейший ветер не давал спать ребят вот 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 сейчас спят все равно внизу в приюте 11 приюте без комнаты перекрестий скрещены кубочках дистоплива стоит ну что вот вот и наш поход сниму еще празднование вот такое барахло я использовал для подъема палки такие калоши гамаши потому что у меня ботинки не для восхождения а трекинговые и я использую такие вот гамаши так, кошки очки защитные из росоэнзек убил во всех инструментах этот немножечко шагу горячего так палки телескопические я показал ну-ка так а сам я вот такой вот был шопки перча еще один куртка без фамилии блин, у нас тут близко опять кстати, не нужно буховок достаточно этой было куртки и ничего такого когда совсем было холодно немножко я это я, в общем, надел дождевик не готов, сколько дождевик чтобы не продувало когда оно стало полегше но как показалось можно за 1290 еще термофы под ботинки тоже 4500 трекинговые вот внизу флисочка внизу флисочка рабочая потом термо-мушечка и футболочки там снизу и все ну а снизу и все равно ножницы не-не-не нормально жить можно то есть вот так вот реально подняться даже в тех условиях которые были лютые условия ночью ну как-то не знаю даже в этих условиях спокойно получилось подняться то есть двойные перчатки вернее перчатки потом вот такие варежки сейчас покажу вот такие вот вот ну и соответственно на ногах такие штуки надеваются на ноги поверх них кошки и соответственно достаточно тепло и спасает ну конечно не так клубки сидят на ногах немножко болтаются но тем не менее я справился все это арендованное арендовалось это вот вернее вот кроме очков все арендованное арендовалось мультипульти мультур вот недалеко в магазин чекете магазинчик которые ребята подбирают ну и разводят пытаются разводить мне только говорят тебе все пиздец ноги тебе отрежут если ты сейчас пойдешь в этих штиблетах своих ты умрешь в общем ну ладно окей давай что-нибудь решим ну вот это как вот это возьмите ну это не факт я говорю ну давайте я испытал на себе то есть они там пытались пластиковые ботинки там ну там не продать в аренду сдать то есть там все такое пуховку какую-то там одежду там все модное такое вообще я такой ну ладно что такое короче нормально можно подниматься и в обычном барахле из фамилии из доготлона нормально вот такие вот дела все всем удачи всем пока как тут стоп нажать можно на стоп ну вот и все ребята свалились практически вниз с нашей горы идем вот здесь в кошечках потому что еще утро еще лед не замерз вернее лед замерз еще не растаял что-то я уже оговариваюсь вот вот здесь такие красоты все разные есть почти лунный ландшафт вот я сейчас поговорил с водилой ратрака забирал он сейчас барахлище нашей нашей группы за поговорил за тот ратрак который застрял то на вершине мертвым грузом я ему говорю а че с ним делать будете да надо доставать говорит уже три года стоит говорит какая-то там инспекция природная там все равно ругается что-то как-то вот я говорю ну давай я доставлю его и заберу себе и он такой положительно знаете отнесся такой говорит слушай ну вообще интересно сейчас контакты свои оставь вот оставим сейчас оставлю сейчас дойду можно чем чем черт не шутит да за спросу денег не не берут а я в свою очередь не правда достать вас буду его можно попробовать восстановить и поюзать и потом в дальнейшем даже покататься ну посмотрим посмотрим загадывать не будет выдумывать еще не будет но как-то что будет сейчас не спущусь узнаю чё к чему я так посмотрел в принципе там в лед вмерз надо просто тент ставить над ним там высверливать его частично потом ставить тепловые пушки и надо его просто вымораживать или выпиливать просто проблема если выпиливать где-то кусок улыбок это как вниз это достаточно сложно а вот если его там прям растопить поставить его уже на гусеницы то я думаю что его можно сюда отфиксировать вниз так что вот такие новости ну что ребята вот и закончилось наше путешествие по сути еду я по канаточке на канаточке вниз вот такая вот красота здесь очень всего много интересного было было что-то сложное но но я считаю что все дается по силам раздан был этот поход значит надо было его пройти надо было подняться на вершину я это сделал я это сделал да конечно губежки тут все у меня не нужны высохли обветрились сгорели там чуть-чуть нос там ну так вообще по мелочи но знаете как все конечно там страхами нас там ты упадешь в трещину там ну какие трещины есть у которых люди падают ну как трупосборники называют вот называют трупосборники из туда попадаешь то все как бы там невозможно выжить и людей оттуда не достают периодически там как-то что-то скрывается а этот лед тает все равно Эльбруса потихонечку тает даже вот сейчас говорят что в современ Великой Отечественной войны начали вот появляться останки выходят много костей там находят то есть ну в общем оружие и прочее вот в общем то опасный конечно район опасный нужно быть крайне внимательным чтобы не угодить скрываться потому что мужичок не сорвался благо успел ледорубь зарубился успел зарубиться в лед деду деду 73 года постираете поднялся на вершину понимаете вот о чем говорит что вот он стержень вот он стержень а не то что мы начинаем корчить так что мужичок палец вон две вершинки красивые что я хотел сказать в голове много всего в то же время нет ничего потому что знаете какое-то такое вдохотворение что ли что все таки спокойствие перестал глаз дергаться левый потому что в связи с работой со своей мастерской на русском мало отдыхаю потому что сами знали ночам я осилую глаз дергаться и сейчас за пару холодных ночей ледяных отпустил глаз перестал дергаться а я теперь живой более чем так что закончилось наше восхождение к безумию вот очень трудно этот путь шли мы дорогой узкой и с нее нам свернуть и сверкали миллиарды восхождение к безумию королей я цитирую и стих Я увидел три звезды. Я на первой, когда увидел, я загадал себе, чтобы зайти на гору. И оно повезло, случилось. Это случилось. Плюс к тому же я узнал за аэродрак. Далее мне номер телефона владельца. Всех этих аэродраков, оказывается, здесь есть один владелец, как я понимаю. Все знают. Сознал, созваниваться, узнавать с него. Будет он у нас ставится, не будет. Так что, это новая будет фишка. Достать аэродрак со склона в районе скал Пастухова. Достать аэродрак с Эльбурса. Со скал Пастухова. Я думаю, что это будет целая экспедиция. Если удастся по деньгам, ну и кто и желающий, можете присоединиться. Я думаю, что мы сможем это сделать. Потому что интересна эта машина тем, что, как я понимаю, отечественных аналогов нет у нее. Есть всякие разные ТС-ки и прочее, но это все не то. Поэтому нам нужна такая вот, я посмотрел на его гидрообъемная трансмиссия. Надо ее разобрать, разобрать и посмотреть, как она устроена. Но для этого, для начала, нужно ее достать. Достать. Что-нибудь подниматься надо. Пока мы сейчас спускаемся. Сказать, это круг меня. Сказать, голубое озеро. Вот такое есть. Вообще нескрасиво, потому что... Вода лучше. Вода лучше. Потому что... Очень красиво. 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 Даже как бы на мороз был, и ветер был, и снег. И все это настолько опасно. И все это очень опасно. Амутациями и прочее. И, опять же говорю, в 73 годы мужчина меняется. И нормально все. Так что все, все страхи мы рисуем сами себе. Прежде всего. А если мы боимся чего-то, то мы не получим. Мы достигнем. Мы не можем. Жизнь. Будем с ней. Которую мы можем стремиться. И не обязательно. И не обязательно. Ладно. Все. Поднялись. Нет. Ясно жрать мясо. Ясно честн Polish. Пост派 для меня. Постон話 deseji. Не взял кошку. Но он Mission pode сделать. для проекта по цене металла вроде хотят отдать плюс там есть возможность так что надеюсь это удастся организовать так что буду крепиться кстати зацепила грунт зацеп большой маленькие ты нашел из и нашел еще большой грунта зацеп едет на рюкзаке сзади меня холодно 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 но тем не менее выбираться можно достают из трещины на веревку спускаются вижу он трое может быть правда кого-то из трещины достают так ребята у нас сейчас было мероприятие нас встречали областные чиновники федерации спорта здесь и кпрф сейчас накрыли столы с гор спустились хоть перекусили вот нас очень очень дружелюбно встретили накрыли столы так проходит проходит эльбрусиада все отдыхают все хорошо вставшие сразу после подъемника сюда попали ну что и нашел настал банный день вот такая в альплагере джентугане душевая здесь есть банька полоса женщина это мужское отделение добывает женщин дольше приходится вот такая баночка душевая собственно сейчас это и помоюсь и Продолжение следует...